всем привет в сегодняшнем видео опять опять очередная строечка и вот такие вот столбики прикупил 100 на 100 миллиметров он тут поближе покажи сходи туда что его уже почистил вот на которой при цепи лежит в общем решил чистить вот такой вот щеточкой но тут написано что максимально 6500 оборотов а болгарка дает около скольки там 11000 оборотов и эта щетка разворачивается вот так вот как пух попробую использовать на вот этой болгар очки потом чуть попозже медленно крутится поэтому вот этой защищаем стал бы и будут использоваться для ворот на них будут установлены ролл ставни поэтому их надо подготовить то есть зачистить и покрасить ну а самое главное это защита чтобы уши потом долго не свистели от болгарки одеваем уши ну и обязательно глаза очки и вот так пока начинаем хоть краска у меня которая буду покрывать молотковой она предназначена по ржавчине но лучше я счищу меньше ржаветь будет гнить и все остальное ну ладно теперь когда покрашу начну устанавливать дальше вам покажу ну вот данные столбы были установлены покрашены установлены кое-как их установил значит здесь вот так вот косынки выполнил вот приварил все это тоже покрасился сильно не ржавела вот с той стороны пока просто лежит уголок на всю длину отсюда и он туда вот так вот так же сама с той стороны будет заливаться бетон по которому заезжать вот такие вот типа косыночек вырезал здесь цельная просто вот такой металл вот так урезал приваривал а с этой стороны вот с этой стороны тут уголок пятерочку естественно вот тут вот видите все по срез для того чтобы когда ролеты будут ездить она не мешала сейчас стороны покажу как получилось здесь с этой стороны косынка но с той стороны вот она по срез не мешает тоже вот уголок он там пятерка значит использовал отдельно покупал уголок это закрываю что кошки собаки не залазили отдельно покупал уголок соточка тоже называется так же как и трубы но металл толстый весь вот такой вот кусочек остался вот вырезал куски и приваривал еще придется немножко анкер завтра наверно анкером вот тут вот вот здесь анкер хочу скрутить потому что столб посмотрите он шатается но видно вам будет не видно сейчас не знаю надеюсь видов шатается то есть парусность будет большая когда здесь сквозняк когда ветер хролета будет закрыта ворота будет шататься а шатается смотрите может там будет видно что уголок шатается сейчас солнце яркое мне не видно в камеру надеюсь было видно что шатается ну в общем вот так вот шатается а шатается почему потому что вот с этой стороны видите бетон выполнено все из бетона уголок как вы видели в прошлом видео здесь лежали арматуры на которые полностью связываются по всему бетону и к нему приварен был уголок с той стороны сделаю точно так же но пока там не залит бетон анкерный болт закручу только здесь надо закручивать потому что с этой стороны не надо его крутить так как вот тут был столб столб был монтирован в бетон но тут не видно сейчас на другом столбе покажу вот так вот такое там отверстие и я к нему приварился это лучше всяких анкерных болтов вот ну а теперь многие задают вопрос что же и как у меня в подвале сделано как подвал поживает ну давайте спустимся посмотрим как у меня там подвал поживает так спускаемся в подвал света естественно у меня тут никакого ничего нету потому что еще не доделан здесь надо стеночку еще доделать до бетонировать ваша здесь опалубку не ставил вот тут чуть-чуть у меня не пролилось и здесь это все мелочи замажется за этого это вот тут красиво все сделается это когда буду уже делать яму стенки лить в яме тогда уже буду и тут все заливать замазу сейчас свету так ну вот вот так вот закрываем дверку надеюсь видно здесь у меня картофан лежит спираль поджигал потому что он комаров целая куча была когда делал полки полки пропитаны всякой ерундой для того чтобы как можно дольше лежали и не гнили значит вот здесь вот не хватает здесь буквально 9 сантиметров по 9 сантиметров не хватает есть такой брус 9 на 5 сантиметров 9 сантиметров на 5 надо купить тоже его вот так вот везде по всей длине положить что вверху что внизу по бокам но так вот и здесь тоже полочки там еще доски там так как полки тут пустые доски мне нужны чтобы они под открытым небом под дождем не гнили не сохли не трескались вот лист о избе один который пойдет еще один такой же куплю который будет на опалубку для залития ямы смотровой ну уже вот окошко есть вот такое вот пластиковое окошко для того чтобы уже в гараж устанавливать окно но это еще пока будет не скоро в общем вот такой вот подвальчик у меня получился не знаю красивый некрасивый но я вам скажу на улице сейчас жарко тут прям таки прохладненько нужно немножко консервации закрыли там еще сейчас будет закрываться тут будет все заставлено сейчас к зиме все что надо купим так в общем еще надо немножко дорабатывать будет потом уже со временем обобьется вот это все некрасивое немножко подмести и тут после дождей воды было много было все затоплено ну как видите все сухо все высохло все отлично вот такая дверка у меня ну все на этом все вот как заливал бетон как он капал на дверь ну да и ладно не столь важно это все главное что подвал даже сверху у меня строение никакого нету и уже здесь прохладно как будет зимой вот это я хочу тоже посмотреть если вдруг будет мороз и здесь другая температура перепад температура но посмотрим будут ли что-нибудь отпотевать тут или еще значит вот такая вытяжка вытяжка и вот с этой стороны тоже труба те которые показывал снаружи стоят 2 110 трубы и две трубы здесь одна почти до пола дно чуть-чуть до пола не хватает а здесь сделаю до пола будет вот но здесь пока 5 литровая банка стоит потому что у меня вверху в этом месте получилось низины здесь водичка скапливается да и мешает она мне там пока ходить пока не ставил потому что часто у меня двери открыты ну и все а так вот потом красоту наведу здесь подмажу замажу и все остальное может еще и пеной пройдусь что потом когда будет гараж уже полноценный чтобы с гаража сюда запахи разные масляные не шли с машины или еще там еще что-то ночью поживом увидим на этом все ждем дальше установку ворот ролетов все ну вот наконец таки приехали установили них ролл ставни вот эти вот значит вот такие вот как вы видите трос эти троса я сам только что замутил вон там прикрутил ну естественно и здесь с улицы на них повесил вот такие вот светоотражающие наклейки вот так со стороны это смотрится для того чтобы никто не влетел ночью они блестят при свете фар хотя дорога проходит здесь здесь еще почти два метра но на всякий случай положил вот такой пень вот так вот они выглядят в открытом состоянии ну а теперь что я делаю делаю я вот такие вставочки но что вот у меня видите ворота вот до сюда были обрезаны то есть везде все зачищаю вот такие вставочки буду вставлять и сейчас приваривать ну и зашивать он профнастил от оставшихся вот этих вот ворот ненужных уже буду зашивать закрывать в общем вот так вот лепить для чего значит вот эти вот растяжки потому что когда закрою вставни вот эти ворота парусность очень высокая здесь бетон еще бетона нету не укреплено все крепится она только вот в этом месте естественно здесь держаться на ну никак не будет постепенно постепенно ветром расшатает а может и сразу и может вырвать загнуть и все как угодно поэтому поставил растяжки пока нету стен естественно когда будут стены она все будет крепиться здесь к стенам вот этот короб будет внутри вот так вот я выполнил крепление вот тросов вот так вот и троса вон у меня пошли уходят туда но другой естественно вот здесь вот но в общем как то так как устанавливали ребята с фирмы я не стал снимать просто два мужика пришли и быстренько все установили за пару часов замерили стал бы я установил ровно они сказали все отлично никаких проблем нету все четко установили прикрутили электрику сделали и еще я им сказал ну заранее говорил у меня установили вот такую кнопку то есть вверх-вниз кнопка где-то будет прикручена сейчас она будет заизолирована или здесь прикручу 5 литровую банку и туда вот так вверх ногами я затолкаю для чего для того что когда один пульт находится в одной машине другой в другой а тут ко мне в гараж кто-то пришел пивка выпить или еще что то ну просто мало ли зашли постучали я клавишу нажал я и открыл потому что есть вон аварийное открытие вот ручка такая крючок точнее вот лежит ручка я с не буду полчаса стоять крутить как кривым стартером машину запускать поэтому мне проще кнопочку нажать и все то есть дополнительно был выведен провод ну все зашиваю вот так вот сейчас завариваю потом металлопрофилем вот этим оставшиеся будут просто зашивать наводить красоту ну все ладно вообще все классно все четко приехали ребята быстро четко установили вежливые хорошие все нормально будем считать что это реклама то сейчас скажет кто-то рекламирует да кстати данную фирму в краснодаре я перебрал много разных фирм но это мне более понравилось во-первых дешевле дешевле чем везде но во-вторых некоторые горят да вот как вы видели я установил столбы на столбы да это проблема туда-сюда эти сказали да хоть куда хотим туда куда вам надо туда моего прикрутим эти ворота я дал размеры они мне по ним сделали точнее они приехали сами убедиться правильно я подал свои размеры чуть-чуть там у меня несовпадение было они своими рулетками лазерами своими все проверили и сказали без проблем через неделю будут через неделю мне привезли и установили данные ворота также как и вот установили мне клавишу я ее пока поместил просто сегодня уже буду заниматься на ночь вчера некогда было на ночь в бутылку в пластиковую сделаю какой-нибудь короб тоже с пластиковой бутылки так она будет стоять не дождем чтобы не заливала это когда мне надо открывать я протаскиваю удлинитель и подключаю значит здесь никакую вилку не стали ставить потому что это все временно мне не нужна вилка здесь будет все электро щиток когда уже будет гараж также у меня вон там есть ворота они сделали замеры ребята и сказали что мы можем туда поставить распашные ворота чтобы открывались и данный пульт вторая кнопка будет задействована на те ворота ну вот как вот они открываются давайте посмотрим с пульта нажимаем вот на пульте и все ну вот вот они пошли открываться да кстати вот так вот чуть-чуть приподнялись зазор появился и здесь как вы видите щели щели сюда будет забиваться пыль грязь дождь все остальное можно сказали мыть с керхера и никаких проблем то есть не будет вот как сейчас я играюсь открываю закрываю ворота так делать не надо потому что мотор может перегреться в моторе находится датчик который следит за температурой чтобы не сгорел мотор но своего рода защита чтоб не перегрелся то есть не надо ими открыть закрыть открыть закрыть играться вот они сами сейчас открылись у меня и все и остановились а здесь же забор был бы не отрезанный приварил металлопрофилем подшил все четко все хорошо и здесь вот так вот сделал за счет того что все приварено к забору здесь ну и троса натянуты хорошо у меня то есть парусность никакую не создают точнее парусность отворот есть но а данные растяжки хорошо удерживают до герда удерживают иди на место ну давайте посмотрим с другой стороны как же это все получилось а теперь отсюда во солнце правда светит сейчас закроем вот герда место уйди на место части башку прижмет будешь знать вот так вот закрываются ворота с улицы места пошло все вот так вот опускается ворота все четко все красиво аккуратно все установили нигде ничего не поцарапано в общем все отлично значит вот так вот помещается у вас патриот вот смотрите еще сколько сверху места у него даже если будет сверху стоять багажник спокойно зайдет дело в том что они делались эти ворота под вон тот прицеп прицеп высота 240 здесь от пола до вот этой вот резинки черной 260 то есть еще 20 сантиметров останется для того чтобы заехать вместе с прицепом вот так для тех у кого газель соболь то есть примерно вы видите как все помещается машина в эти ворота вот так все отлично входит все ну на этом все всем кому понравилось видео ставим лайки всем кому не понравилось видео все равно ставим лайки тем кто смотрит меня в краснодаре краснодарском крае ссылочку на данных людей на данную фирму тот кто устанавливал мне эти ворота на их инстаграм оставлю в подписи под видео найдете подписи под видео ссылочку на их инстаграм зайдете там все их контакты можете звонить писать спрашивать вам всегда ответят расскажут а на этом все буду дальше заниматься строительством все что буду делать будет в следующих видео на этом все всем пока пока до новых встреч